Данное видео имеет чисто развлекательный характер. И ни в коем случае не стоит перед собой целью оскорбить кого-либо. Пока еду на велосипеде, как раз хотел еще ответить на один вопрос. В Мерсине воду в бассейне не во всех домах наливают. Я вот проезжаю сквозь многие новые дома. Везде, где проезжаешь, новые комплексы, везде вода залита. Одно удовольствие кататься, конечно, в таких вот кварталах. Один за другим в квартал проезжаешь, красиво все цветет, посмотрите. Постоянно все цветет. Весной все цветло, летом все цветет. Да, есть некоторые дома, в которых нет бассейна. В тех домах, где есть бассейн, в свежих домах, я везде наблюдаю наполненные бассейны. Ухоженные территории, конечно, красота. Барбекю, беседки, детские площадки. Вот проезжали с Ладиком на велосипедах старое СИТ. И здесь не работает бассейн. Вот первый раз такое вижу. Но это, видимо, жильцы не скидываются. Либо этот СИТ, да, бассейн к этому СИТ относится. Спортивная площадка у них. Ну, такое оно, бедненькое. Давно уже не ремонтировали, хотя бассейн очень глубокий. Вот бывает так, да. Но я не часто встречаю. Редкий случай, когда я вижу бассейн в Мерсине не наполненный. Все, аккуратненько достаточно. Может быть, вот эта проволока только будет смущать. А то, что снимал Варламов, да, но он снимал где-то на окраинах. В Томмюке, в Тедже, где вокруг одни стройки идут. Все-таки Мерсин-то, центральная его часть, она достаточно большая. И она выглядит, ну, вполне так. Так, мы вот живем в комплексе, где плотность застройки меньше. Дома высокоэтажные. Стоят мусорные баки, так они пустые. Их регулярно вывозят. Проезжает машина, которая пылесосит. Кто-то из подписчиков спрашивал, Дмитрий, прокомментируйте, что там снял Варламов. Я, кстати, посмотрел две трети его видео. Ну, не хватило времени полностью посмотреть. Да, я соглашусь с тем, что на пляже достаточно много мусора. Бычки бросают. И недостаточная уборка пляжных территорий. Но в целом по городу мусора не так много. Я второй раз вижу Мерсин и долгостроить. То есть город достаточно большой. И вот комплекс когда-то строили, но вот строили-строили, так и не построили. Когда вы вкладываетесь в стройку, гарантии никакого нет, что построят. То есть лучше, конечно, брать уже в законченном жилье. Единственное, что вы полагаетесь на застройщика, которого уже знают, который уже построил с репутацией, который не бросил свои стройки. Но если случится какой-то кризис, что-то еще с застройщиком, то можно так и остаться с квартирой вот в таком недостроенном здании. Такого, как в Сочи, здесь нет, конечно. То есть комплексы строятся, сдаются интенсивно в большом количестве. Поэтому, чтобы это имело какую-то массовую проблему, такого нет. Естественно, надо выбирать застройщику с репутацией. Ну и жизнь в центре, она вот предполагает, что все будет в порядке с окружением. Вы будете идти в нормальной обстановке. Все красиво, пострижено. Не будет никаких блоков бетонных и так далее. Будут вот такие вот дорожки, озеленения. Но в нашей части, почему мы в Соли живем? В нашей части большинство комплексов, они с бассейном. Большинство комплексов. Поэтому они более комфортные. Владик, что ты скажешь про Турцию? Вкусно. Мы тут поели и Ирине взяли домой тоже перекусить. Ну очень вкусно готовят. Арабы, конечно, готовят классно. Ну и мы как бы не ощущали какой-то вот, знаете, напряженности. Все зависит от локации. А так, я думаю, что можно и за 25 тысяч долларов купить квартиру. Но можно будет там жить или нет? Это большой вопрос. Мерсин потихонечку русифицируется. Куда не пойдешь. Подключение газа на русском языке. Это парикмахерские. Вот ремонт часов. Мебель на русском языке. Ирине говорю, дом красивый. Посмотри, какой симпатичный. С большими балконами. Еще и напротив моря прям. Она говорит, ну обычный. У нее уже глаз привык. Представьте, этому дому больше 10 лет. И выглядит он, я считаю, с такими полукруглыми балконами. Привлекательный, на мой взгляд. Тоже дом в мозаике. Фасад выполнен в мозаике. Интересный вариант. Не скучно, мне кажется, выглядит архитектура. Да, чаще встречаются, может быть, вот такие простые дома, невысокие. Но город не скучный. И визуально такой не архаичный, не хаотичный. Все-таки проспекты, вот эти проезды. Места достаточно для парковок. Тротуары. Может быть, не идеально ровные. Ну, а где не бывает. Везде встречается. А в целом, в целом, гулять одно удовольствие. А если вот туда пройти, чуть-чуть левее, метров 300, hello, то сразу, где пальмочки высокие, то сразу можно выйти к морю. Вот еще один дом. У него, замечу, может, мне отсюда так кажется, но, походу, там точно деревянные окна еще. Лет, наверное, 30 ему. Ну и как бы чисто. Какая-то, конечно, грязь присутствует. Мне кажется, ну, не уступает Мерсин европейскому городу. Единственное, с чем уступает, это на пляжах, да, они мусорят, бычки оставляют в песке. Надеемся, что это искоренят штрафами. Вот, ребят, бывает в центре, в старых домах, вот такие вот бассейны. Так что зимой приедешь, купишь, пообещают, что будет работать, а по факту летом будет простой. Ну, это, конечно, касается старых домов. Ну, домам по 20 лет. Ирина просто нормальные, говорит, они нормальные визуально смотрятся, да, но сам факт, что бассейн не наполняется. Ну, в большинстве, конечно, у новых домов, если там жильцы уже все квартиры выкупили, то бассейны наполняют. Ну, а так встречается. Ну, я не скажу, что это часто. Это больше относится к старым постройкам. Там, где старые жилые комплексы, видимо, экономят. Ну, живут преимущественно местные. Море рядом у них. Наверное, и не купаются ни в бассейне, ни в море. Ну, вот таким образом, в общем, экономят на Айдате. Хотя, вот, если так посмотреть, насколько зарабатывают турки, то турки зарабатывают больше, чем россияне. В госучреждениях сколько сейчас, 100 тысяч? Тысячу долларов зарабатывает учитель, тысячу долларов зарабатывает медсестра. Ну, для них это уже лишние расходы, и они таким образом экономят. Мы идем к морю с Д-400. Ну, буквально тут прошлись метров 300, кафешечки. Все красиво, презентабельно выглядит. Вот здесь купить квартиру очень дорого. Сколько вам говорили? Ну, квартиры могут стоить и по 10 миллионов лир. 10 миллионов лир – это 35 миллионов рублей. Так что, вот, любой человек может прийти, вот так вот отдохнуть, присесть в беседочку. Набережная, кстати, у Мерсина. Шикарнейшая, конечно. Осень, море чистое, вода чистое. Красота, народу нету. Тихо, спокойно. Гуляй, отдыхай. Ну, очень комфортно. София рисует. Что рисуешь, художница? Корову? Мама работает. Библиотека. Подростки идут в библиотеку, берут книги, сидят напротив моря, готовят доклады. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот мы уже прошли где-то метров сто, ну, двести. За двести метров, пока мы шли, мы уже три магазина мебельных прошли. Вот турки любят мебель, и магазинов мебели у них больше, чем продуктовых, наверное, да? Вот идешь по центральной улице до 400, и этих мебельных один за другим, один за другим. Чаще, на самом деле, встречаются, чем какие-либо магазины. Это магазины мебели. Нашли еще одну кровать. Такой матрас, достаточно, тоже мягкий. Ну, не совсем прям мягкий, не знаю. Вроде как ортопедический. Экстра комфорт называется. Как бы без кричащих деталей, без золота. Такой типа велер. Вот 16 тысяч лир стоит эта кровать в размере 2 метра на метр 60. Сейчас можно... Сама краса? Да. Сейчас узнаем, сколько стоит 2 метра на метр 80. Зашли еще посмотреть стулья. Ну, перекинулись на ковры. Вот такой небольшой ковер для Софии в комнате. 1350 лир. Это примерно чуть меньше 5000 рублей. Ну, он такой не тоненький. Ну, они все получаются такие. Вот, с серыми звездами есть. Есть вот такой вот яркий. А Ирине тоже вот это понравилось. Примерно так, 4 500 стоит в рублях. 4 с половиной тысячи. Мне вот звездочки понравились. Ну, вот что-то мы... В принципе, вот такой неплохой, яркий, хороший. Я бы даже вот этот взял. Мне кажется, что вот этот вообще классный. Ну, какие-то такие яркие цвета. И ребенку прививает ярко одеваться. Красиво. Ну, остановились на более спокойном. Не кричащем, так сказать, в варианте. Вот на этом. Но тоже имеет место быть. У нас там у него стены и белые, и немножечко сероватые. Смотрели стулья, но больше понравились на нижнем этаже. Вот стол мне нравится. Жаль, что он не белый. А так вот на кухню я бы такой взял. Хоть и пугали, что все подорожает. Но не подорожали. Так, где ценник посмотреть на эти стулья большие? А, вот. 3 300. Слушайте, они 2 800 были. На 500 лет подорожали. На 1700 рублей стали дороже. То есть стоимость такого стула сейчас в районе 10 000 рублей. Ткань, мягенький. Очень мягкий. И из массива. Правда, в другом цвете хотим. Но модель такая неплохая. Из массива. И смотрится добротно. 3 250 лир. 10 000 рублей один стул. Ну, красивые стулья. Месяц ждать их с фабрики. Пришли в Мегрос. Сардинки вот такие берем. Называется это Сардалия. Вот такая рыбка. Вот Софийка у нас стоит. Ты что там трогаешь рыбку? Нам сейчас ее почистят. Килограмм я взял. Девушка сказала. Говорит, да, без проблем. Говорит, конечно. Мы все чистим. Я ее посолю. Вот ее нам чистят. И останется дома только посолить. Представляете, какую сервис? Не надо ничего платить. В принципе, и по цене она недорогая. 80 лир. Поэтому 80 лир это у нас сколько? 3х8, 24. Ну, где-то рублей 260. Так, это свежая рыба. Только выловленная. Сар по 100 лир. Я, кстати, такую видел в Средиземном море. Вот такая вот рыба есть. Леврек. Леврек по 180 лир. Вот выбираем все с Ириной кровати. И остановили свой выбор вот на этой модели. Подзаказ 1 месяц. Стоимость 30 тысяч. Чем привлекла? Ну, мне цвет понравился. И вот эта фишка тоже очень прикольная. То есть, несмотря на то, что кровать поднимается. И у нее есть там отсек для хранения. Основной отсек. Да, у нее еще есть такие вот штуки. Ну, 30 тысяч. Да, то есть, нам они сначала сказали 27. То есть, там вот там можно хранить еще. Да, эта штука тоже поднимается. Они на газлифтах. То есть, получается, вот зона хранения. Кроме этого, зона хранения еще вот здесь. 30 тысяч лир. С мягким матрасом. Ну, спинка такая спокойная. Красивую кровать взять, Дима. Можно взять за 18 тысяч. В принципе. За 18, да. Да. Можешь мне переплачивать. Что-то 30 тысяч. Мы решили сэкономить. Пришли и что-то раскатали губу. Ну, вот этот матрас вообще мягкий. Правда, в него так проваливаешься очень сильно, что кажется, что через месяц уже будет такая лунка в нем, да. Софей придется, скажет, я тут буду спать. Это моя норка. Мы уходим, да. Мы уходим. Я ему по-русски скажу. Мы уходим. Он нам все почетал. Сначала почетал 27, потом сказал, извините, ошибся. 30. Обычно цены уменьшают, а он еще добавил 3 тысячи сверху. Но мы смотрим в кровать в размере 2 метра на 180. С этим матрасом, без этого изголовья, с тем же изголовьем, который мы выбрали, 33 тысячи. И вот с этим матрасом 33 тысячи. Кровать, ну, то есть полный комплект. Кровать есть от 15 тысяч. 15 тысяч вообще дубовые такие самые простые. За 18 уже более-менее что-то. Вот. По 30 тысяч уже можно, конечно, выбирать, ходить. Выбор большой. Все такие они помпезные. Хочется как бы и сэкономить, и хорошую взять, да. Да, надо в прошлое вернуться. Вообще по объявлениям продают кровати. Можно взять совсем простые модели с жесткими матрасами по 5 тысяч лир. По объявлениям наши продают. Кто-то уезжает, кто-то переезжает, и за 5 тысяч лир продают. 5-10 тысяч лир. А вот в магазинах все-таки цены начинаются уже от 18. За 15 я даже не стал смотреть. 18, 20, 25, 30. Вот такие цены. В этом магазине я уже был. Месяц назад вот снова зашел. С эту кровать мы присмотрели также. Сейчас проверяет наличие, если где-то на складах данная модель 180 на 200. Метр шестьдесят на два метра 23 тысячи. Без пуфика 23 тысячи лир. А мы сейчас хотим узнать, если в наличии метр восемьдесят на два, она стоит 30 тысяч лир. Что такое разница? Да, это без тумбочек, без вот этого пуфа, просто кровать. Ну вот смотрите, то есть если что-то хорошее такое вот, мягкое, да, ну и визуально видно, что качество как бы изделия неплохое. Модель такая более современная. По цвету она такого темно-синего цвета с вкраплением, ну типа хамелеона, да. Да, с золотистой, ну такой желтоватой нити, такой золотистой нити. Смотрится неплохо под освещением, если точное освещение там на нее направить какое-то зональное, то вообще вот тут прожектор светит, неплохо ее подчеркивает. Да, то, что нам нравится, то, что такое стильное и интересное, оно стоит ближе к тридцати тысячам. Ну опять же мы хотим широкую, широкая это метр восемьдесят. Вот еще одна модель, тоже есть. Сибариш Айна. Стоп, варса, йокса, дёрт. Двадцать пятьсот стоит вот эта кровать, получается в размере два метра на метр восемьдесят. По материалу, такой вот материал, интересный в принципе серебристый, он нам по цвету подходит. Но мы посчитали с другим матрасом, который значит для зимы, для лета, он с гелевой поверхностью, тоже мягкий. Как он называется, cool wool. Он тоже, кстати, охлаждает. Ну прямо чувствуется, здесь под этим материалом находится гелевое такое основание и гель, рукой трогаешь, прохладный. На самом деле работает, то есть не маркетинговый ход. Выходит двадцать шесть тысяч двести пятьдесят. Ну это прям царские такие кровати. Да, мы даже спрашивать не будем. Вот такие наборы стоят как пол кровати. Представляете, восемь тысяч пятьсот лир такие наборы стоят. Ну такие царские наборы для царских кроватей. Прямо они в таких коробках продаются больших. Восемь тысяч пятьсот. Почти тридцать тысяч рублей. Наборчики. Вот такие вот кровати. Но кровати, конечно, это не наш вариант. Так снимаю, чтобы вам показать. Вот комплекты спальные. Пять штук получается. Одеяло, простынка, наволочки. Четыре с половиной тысячи лир. Ирина говорит, это примерно пятнадцать тысяч рублей. Здесь такой магазин все такое вычурное. Все такое. Кровать, конечно, не по нашему вкусу. Но она нам предлагала сразу кровать. Идите сюда, смотрите. Вообще, конечно, вот текстиль у них хоть отбавляй. Чего только нет. Кухонные утвари всяких чайников. Всяких там стекла вот этого пластика. Изделия. Все, что для кухни требуется этого тоже валом. Ну, такую классику, конечно, мы не смотрим, даже не спрашиваем. Но я думаю, что такие кровати здесь в пределах двадцати тысяч лир стоит. Это все представлено в размерах два метра на метр шестьдесят. Они вот, широкие кровати, у них не в спросе. Они как бы экономят, что ли, я не пойму. Ну, то есть, то, что мы хотим, два метра на метр восемьдесят. А это все под заказ. Царские палаты, посмотрите, какая кровать. И причем она тоже два метра на метр шестьдесят. Ширина сто шестьдесят сантиметров. Все инхрустировано вот этими фионитиками, стеклышками. Все блестит. На вкус и цвет, как говорится, выполнено все так вот. Так себе. Вроде бы издалека красиво, близко подходишь. Такая деревенская работа. Но так издалека смотрится вполне ничего. По мне, это, конечно, вот такая классика. Вот такая кровать стоит 17 тысяч лир. Наняли музыкантов, поставили столы. И люди сегодня вечером будут отдыхать. Вот где в российских домах нанимают себе жители-музыкантов и слушают концерты по вечерам. Вот в Турции, ребята, только такое возможно. В этом сите тоже есть большой бассейн. Территория своя зеленая, большая. Но дома такие уже постарее, конечно. Ну, приятно. Я бы тоже так хотела прийти вечером и сесть концерт послушать у себя во дворе. И столики. Ну, так, знаете, напоминает отель. Здесь другая музыка. И здесь другие приглашенные артисты. Ну, представляете, как турки живут. Концерты себе в сите устраивают. А здесь сите побогаче. Здесь на столах стоят тарелочки у людей. И они, я так понимаю, желающие были, заказали себе ужин. И пригласили тоже оркестр. Видите? Такое зеленое сите, упоженное. Ну, староватая, не совсем новая. На роли 20 домов. Вот такая территория. Вот, смотрите, они пригласили специально поваров. И повара у них готовят ужин для всех желающих гостей. Надо же. Я тоже так хочу. Чтобы нам так всем вместе жить. Очень интересно. Вообще интересно наблюдать, как живут другие люди, когда у них жизнь отличается намного и по менталитету, и вообще по культуре поведения. Интересно наблюдать. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Смотрите, Турция страна контрастов. Идет какая девушка в длинном, видите, платье. Такой развивается, красивая она у нее. Она покрытая, с головой покрытая. А спереди, вот там идет девушка с парнем в короткой юбке. Причем размер у нее такой, довольно-таки приличный, 48-50, короткой юбки в обтяжку, у нее такой декольте, она с цветочком идет. И вот, можно сказать, это, короче, сочетаемо-несочетаемо. Но хотела бы отметить, первый раз вижу, чтобы так красиво смотрелось, черное платье в пол, вот такой вариант. Но красиво смотрится, все блестит, развивается, ткань легкая, красиво. Субтитры создавал DimaTorzok